МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно 14 января кумертавцы собираются на Центральной площади для встречи Нового года по старому стилю. Отделом культуры администрации для горожан была организована насыщенная программа. Зажигательные концертные номера, театрализованное представление, забавные розыгрыши и многое другое ожидало гостей праздника в этот субботний вечер. Все присутствующие с удовольствием принимали участие в конкурсах, танцевали вместе с ведущими программы и делились друг с другом хорошим настроением. Очень понравилось. Всех поздравляю со Старым Новым Годом. Здесь очень весело, здорово. Здорово очень. Мы очень рады, что у нас в Кумертау вот такой вот есть у нас праздник. Прекрасное настроение. С Новым Годом, Кумертау. Всем здоровья, любви, удачи, исполнения всех желаний. Настроение супер. Праздник очень понравился. Большое спасибо. С Новым Годом. Всех поздравляю с Новым Годом. Со Старым Новым Годом. Всем удачи желаю, здоровья. Настроение хорошее, отлично. Праздник красивый. В этот праздничный вечер жители города смогли также поучаствовать в розыгрыше телевизора. Для этого требовалось ответить на несколько вопросов, связанных с серией популярных новогодних фильмов «Елки». Самой внимательной и осведомленной оказалась Маргарита Сергеичук. Она и стала победительницей розыгрыша. Мы вас поздравляем. Вот такое вот тепло. Наш старый Новый Год. Пришли с детьми кататься на горках, посмотреть представление. Тут про «Елки» все такие, спектакль про «Елки». Конечно, хотела поучаствовать. Тем более, в начале телефона так говорили, все запомнили. Мне еще это интересно так. Но все «Елки» мы смотрели, все нравится, как бы такой фильм семейный. И было нетрудно. В общем-то и вопросы легкие были. Поэтому очень рада, очень вообще. Спасибо большое организаторам и спонсорам, кто правда что-то не озвучил. Спасибо огромное большое. Было вообще классно, классно. А все пришедшие на праздник были приглашены для участия в масштабном флешмобе. С помощью волонтеров горожане дружно выстроились в огромную живую букву «К» – символ города. И включили экраны своих телефонов. Завершилась программа ярким праздничным салютом. Разноцветные фейерверки вызвали восхищение не только самых юных горожан, но и взрослых кумертавствам. Культурная жизнь города – один из основных показателей, по которому можно судить о благосостоянии и настроении горожан. В этой сфере в прошлом году произошло важное знаковое событие. После реконструкции открылся киноцентр «Горняк». Востребовано ли сегодня кино в нашем городе и с какими итогами завершился год для киноцентра – об этом в нашем следующем материале. Год российского кино стимулировал развитие киносети в стране. Обновленный современный киноцентр открылся и в Кумертау. Это стало возможно благодаря участию города в федеральной программе кинофикации малых городов. В результате чего из фонда кино были выделены деньги на реконструкцию. Центр располагает двумя залами. Здесь мягкие кресла и современное оборудование для показа кино в формате 2D и 3D. Напомним, в Кумертау кинотеатр был. Однако устаревшие аппаратуры не позволяло демонстрировать киноновинки. Летом прошлого года в нашем городе появился настоящий культурный центр. И теперь ценители киноискусства могут увидеть фильмы на большом экране. С момента открытия киноцентр посетили 45 тысяч зрителей. Было показано около 4 тысяч фильмов. Очень продуктивно начался и нынешний год. Хочется сказать, что очень бурно. Мы первую неделю отработали замечательно. И хотелось бы, чтобы почаще наши горожане приходили к нам в кинотеатр. Такой красивый, чистый, уютный. Всем очень у нас понравилось. Все говорили спасибо. И довольны уходили домой, посмотрев новинки кинематографа. Не только российского, но и взорубежного. Прошло чуть больше полугода с момента открытия кинотеатра. Время показывает, что он востребован не только среди кумертаусов. Увидеть новинки киноиндустрии приезжают и жители соседних городов и районов. Есть куда спидеть с детьми, вообще провести свободное время. В принципе, очень удобно, что не надо ехать в какие-то большие города. Все доступно здесь. И фильмы всегда достаточно обновляются постоянно и актуальны. То есть идут те, которые везде в прокате. Первый раз в кинотеатре. Кинотеатр очень понравился. Фильм понравился тоже. Очень хороший. Впечатление хорошее. Приезжать еще будем. Обязательно детей привозить. Будем друзьям советовать, чтобы приезжали. Работники киноцентра прилагают все усилия для того, чтобы зрителям было уютно и комфортно. Так на лето уже запланированы ремонтные работы. В планах делать качественно свою работу. Как всегда мы стараемся все это на высоте держать. Поменять нужно отопление в малом зале, что у нас там прохладненько немножечко. В большом зале мы все сделали при открытии. Важнейшим искусством для нас по-прежнему остается кино. И бессменным центром этого вида искусства на юге Башкортостана является наш горняк. И мы желаем ему успеха и процветания. Филиал военно-патриотического клуба «Гефест» планируется открыть по улице Логовой 5. На неделе помещение, в котором будет расположен новый клуб, посетил глава администрации Борис Беляев. Вместе с главой администрации будущий клуб посетили и другие официальные лица. Руководители клуба «Гефест» ознакомили гостей с проектом планировки помещения и рассказали о том, каким оборудованием будет оснащен новый клуб. Работы здесь очень много. Сейчас главная работа у нас начнется, конечно, с крыши, потому что никакой ремонт делать нельзя, если крыша будет течь. Поэтому крышу сначала в порядок приведем, потом начнем уже внутри работы по благоустройству, по красоте помещения, чтобы функционально все было. И потом уже снаружи фасад оформим, сделаем, чтобы красиво тоже было снаружи. Как отметил руководитель клуба, количество желающих обучаться в «Гефесте» возросло, поэтому возникла необходимость в дополнительном филиале. Открыть новое помещение именно на улице Логовая было решено потому, что на сегодняшний день в этом районе спортивная организация наиболее востребована. В нас в силе надежда, что нам будут помогать со всех сторон и выделить соответствующие финансы. И от нас будет зависеть, конечно, как скоро это все будет, потому что мы должны все двигать, все сметы, всех людей, которые здесь будут задействованы, их всех вместе объединить, чтобы у нас быстрее продвигались все работы по ремонту и по оснащению помещений. Основной задачей создания нового филиала клуба, по словам его руководителей, является подготовка молодежи к армии. Цель «Гефеста» — улучшить дисциплинированность будущих молодых бойцов, правильно мотивировать их. Новый клуб планируется оснастить самым лучшим и инновационным оборудованием для того, чтобы ребята развивались физически и получали хорошую военную подготовку. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Сейчин, яко око наше истряпчий о делах государственных. Такими словами царь Петр выразил суть стоящих перед прокурором задач. И вот спустя 295 лет работники прокуратуры не забывают слова великого императора. 12 января в России отмечали профессиональный праздник работников и служащих органов прокуратуры России. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 12 января в 1722 году, указом Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. И вот уже на протяжении 295 лет российская прокуратура является надежной опорой государства, твердо стоит на защите прав, свобод и законных интересов граждан. Прокуратура города Кумертау не исключение. К своему профессиональному празднику работники нашей прокуратуры пришли с достойными показателями. Только в прошлом году Кумертауская прокуратура выявила более 1700 нарушений. В суд прокуратурой города направлено более 580 заявлений, по результатам рассмотрения которых они либо удовлетворены, либо производство на основании заявления прокурора судом прекращено в связи с добровольным устранением выявленных нарушений ответчиками. В адрес более 240 работодателей прокурорам города были принесены представления с требованиями об устранении нарушений действующего федерального законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены. 219 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вот что значит настоящий пример для подражания и порядочности. Также прокуратура города уделяет особое внимание на исполнение трудового и антикоррупционного законодательства. По результатам проверок проводились членами трудовых коллективов встречи, на которых доводились результаты проверок, выявлены нарушения и многое другое. Также пресс-секретарь отметила профессиональные качества работников прокуратуры. Помимо высоких профессиональных качеств коллектив наш наделен высокими нравственными, моральными качествами. У каждого обостренно развито чувство справедливости, принципиальности, твердости в принятии решений. По словам Ирины Сергеевны, нынешнее поколение сотрудников бережно хранит и приумножает профессиональные традиции, передавшиеся от ветеранов. Именно они внесли огромный вклад в развитие общего дела. В этот праздничный день, уважаемые коллеги ветераны, от всей души, от имени нашего коллектива, хочу поздравить вас с праздником, пожелать счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. К теме здравоохранения переходим. В республике началась эпидемия гриппа и ОРВИ. По словам специалистов, вирус пришел в регион раньше прогнозируемого срока. В республике на сегодня зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. О том, какова ситуация с заболеваемостью в нашем городе, типах гриппа, которые циркулируют в этом сезоне, и основных симптомах болезни в нашем репортаже далее. Новогодние каникулы позади. Для городских медицинских учреждений это были напряженные дни. Именно в первую неделю января пришелся подъем заболеваемости ОРВИ. Мы проехали по медучреждениям, чтобы узнать, как изменилась ситуация на сегодня. В коридорах детской поликлиники и пациентов немного. Больших очередей к врачам нет. Вся работа идет в штатном режиме. Однако совсем иная картина наблюдалась в дни новогодних каникул, говорят специалисты учреждения. К сожалению, эпидемия гриппа и ОРВИ никак не минула наш город. И пик заболеваемости пришелся как раз на новогодние праздники. В течение дня было очень много обращений родителями с детьми. Около где-то 50-60 до 70 обращений было в приемный покой. Во время работы поликлиники 3 и 6 января было очень много вызовов. Больше 60 вызовов. Больше 180 обращений в поликлинику было за эти два дня. Сейчас ситуация стабилизировалась. Тем не менее, врачи не исключают нового подъема заболеваемости. И это связано с тем, что дети после каникул пошли в дошкольные и школьные учреждения. Сейчас на данный момент обстановка стабилизировалась. Не сказать, что там пошел какой-то сильный спад. Но тенденция все-таки к уменьшению наблюдается. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в первые дни Нового года наблюдался и среди взрослого населения. По отдельному графику работала городская поликлиника. И буквально в авральном режиме работали фельдшеры отделения скорой медицинской помощи. За период праздничных и выходных дней здесь выполнена половина месячной нормы. Такое наблюдается впервые за многие годы, отмечают специалисты. Причем большинство, обратившиеся в службу граждан, жаловались на высокую температуру и недомогание. За новогодние выходные скорую поступило 1087 вызовов. Работало 4 бригады. В основном выполняли по 18-19 вызовов. В связи с острой вирусной инфекцией у нас увеличилось количество. Все работали в напряженном режиме. Все вызова были обслужены. Все как положено. Медикаменты все в достаточном количестве. На сегодняшний день, у нас сегодня первый день, как уменьшились вызова. Такова ситуация в целом по стране. В Кумертау на сегодня зафиксированы и случаи гриппа. В нашем регионе начал распространяться новый штамм опасного вируса – гонконгский грипп. Однако, по словам специалистов, паниковать не стоит. Он не отличается кардинально от других известных штаммов. Но и те, кто сделал прививку, защищены. Так, в нашем городе, согласно плану, начиная с сентября, было привито 40% населения. В состав вакцины входили штаммы вирусов, которые циркулируют в этом сезоне. Заболеваем с гриппом на сегодняшний день 8 случаев. Все 8 случаев подтверждены лабораторно. Грипп называется гонконг H3N2. Хочу сказать, что на сегодняшний день циркулирует в республике и по стране у нас грипп Гонконг, Брисбен и Калифорния. Из 8 больных трое детей. Все лица, заболевшие гриппом, не привитые против гриппа. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Состояние их удовлетворительное. Соответствующее лечение они получают. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. И при первых симптомах болезни незамедлительно вызывать врача. Заболевание протекает остро. Начинается с высокой температуры. Ломота. Температура длится 3-4 дня. Поднимается до высоких границ до 40. И очень тяжело сбивается. Поэтому лицам, уже начинающим болеть, рекомендую находиться дома, вызывать врача на дом, принимать жаропонижающие лекарства. Также по назначению врача принимать лечение. Ситуации по гриппу и ОРВИ мониторятся ежедневно. В медучреждениях принимаются все меры профилактики. В том числе на сегодня ограничено посещение родственниками пациентов, находящихся в стационарах. Кроме этого, врачи советуют избегать многолюдных мест, в помещениях проводить влажную уборку, проветривать, соблюдать правила личной гигиены. В том числе чаще мыть руки с мылом. Школьные и дошкольные учреждения на время вспышки простудных болезней, как правило, закрываются на карантин. Но при условии превышения определенного эпидемиологического порога. Как обстоит ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях, узнавала наша съемочная группа. В зимний период в детских садах и школах особенно остро встает вопрос заболевания гриппом и ОРВИ. Образовательные учреждения борются с этой проблемой, проводя различные профилактические меры. О каких именно мероприятиях идет речь, мы узнали непосредственно в одной из городских школ. Учреждением управления образования был проведен мониторинг количества отсутствующих в школах и детских садах детей. Выяснилось, что эпидемиологический порог как не был превышен до каникул. Таким он и остается на сегодняшний день. На руку сыграло также то, что в дни каникул дети проводили время на улице, а не в помещении, где вероятность заражения вирусом друг от друга гораздо выше. На сегодняшний день все школы, все дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования работают в нормальном штатном режиме. Проводятся меры профилактики, проветривание помещений. Уделяется большое внимание разъяснительным мероприятиям по тому, что нужно сделать, чтобы инфекция не получила развитие. Надеемся, что нам удастся карантина избежать. В гимназии имени Антошкина, как и в других городских школах, к профилактике гриппа относятся очень серьезно. Именно поэтому на сегодняшний день процент заболевающих ОРВИ в учреждении составляет всего 5,6%. Нужно сказать, что в коллективе 30 числа мы провели совещание, где рассмотрели меры профилактики, которые нужно принять. Я должна сказать, что в принципе все, что нужно, это санитарный режим, это мероприятия, связанные с гигиеной рук. Все это у нас в гимназии проводится. Может, поэтому и заболевших мало. Руководством детской поликлиники совместно со школьным был разработан план по ежедневному посещению фельдшерами учащихся гимназии. Ими проводятся санитарно-просветительская работа и другие меры по профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. Если же ребенок обращается в медицинский кабинет школы с жалобами, его обследуют, оказывают первую помощь при необходимости, вызывают родителей и направляют для дальнейшего лечения в больницу. В настоящее время ситуация, я считаю, положительной. То есть дети не часто обращаются за экстренную помощью, потому что они уже заранее предупреждены. Проведены профилактические работы, проведена вакцинация. Они у нас закаленные, ведут здоровый образ жизни. Я думаю, что все-таки дети готовы или, как сказать, защищены от гриппа. Зрелищность – это то, чего все ждут, приходя на спортивные состязания. В пятницу в спортивном комплексе «Прометей» состоялся турнир по тяжелой атлетике. Нужно сказать, адресом не ошиблись ни зрители, ни наша съемочная группа. Подробнее о соревновании расскажет мой коллега Константин Меркушев. 13 января для города теперь знаменательная дата. В этот день Кумертал впервые принял открытый республиканский турнир на призы главы администрации городского округа по тяжелой атлетике. Соревнования посетили первые лица города, а также профессиональные тренеры и спортсмены этого вида спорта. Турнир посетил президент Федерации Республики Башкортостан по тяжелой атлетике Виктор Конарев. Я как тренер, как президент Федерации хочу поблагодарить организаторов, что все на высшем уровне. Ребятам нравится. Светло, просторно, уютно, тепло. В общем, никаких нареканий. Все идет своим чередом. Разминочный зал, соревновательный помост. Все на должном уровне. Рекордное количество спортсменов собрал этот турнир. Всего в соревнованиях приняло участие 72 тяжелоатлета. Это юноши и девушки 2000 года рождения и младше. На турнир приехали спортсмены из города Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Салавата, а также тяжелоатлеты из нашего города. Основная цель этого турнира – отбор лучших тяжелоатлетов на всероссийские соревнования. Сейчас после новогодних каникул. Кто-то уезжал, кто-то тренировался, не вылазил из спортзалов. Поэтому прежде всего должны показать свои результаты. На основании этих результатов уже будем формировать команду сборной республики на первенство России. Некоторые из них еще только начинающие тяжелоатлеты. Но среди них есть уже и кандидаты в мастера спорта. Главное для сегодняшних участников турнира – не только показать свои результаты, но и побить собственные рекорды. Сюда на помост выходят только самые сильные спортсмены. А в это время их тренеры становятся участниками нешуточной тактической борьбы. Для отбора на российское соревнование необходимо показывать высочайшие результаты. Так, например, спортсменка из Уфы преподнесла сюрприз своему тренеру, выиграв соревнование. Выполнила высшие нормативы кандидата в мастера спорта. А ждали? Честно говоря, нет. Не думал. А для вас это тоже сюрприз? Ну, как бы я знал, что есть шанс. Она использовала все шесть подходов, этого хватило. Если бы один хотя бы смазал, не выполнил. Ну, собралась девочка, молодец. А вот сама спортсменка была на 100% уверена в своей победе. Возможно, уверенность в себе помогла у Фимки выиграть турнир. Соперников я тут не было, как таковы. Есть такая минералая бина. Мы будем вместе на Россию уступать в одну категорскую силу. Я, да, я была уверена в победе. Башки не так много, но их запистили. На этом республиканское соревнование не закончится. Буквально через пару недель в городе Салават состоится турнир среди юношей и девушек 1991 года рождения. Лучший из них выступит на первенстве России, который пройдет в городе Зеленогорск. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. До встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова